Сейчас пришлось на детей аж крикнуть. Из-за того, что я начала длин менять, сковородку у меня в руках и подбегают мелкие. Я чуть их не ошпарила, так аж это, разозлилась и крикнула. Они не понимают, что они маленькие могут обжечься. Нечайно вот так вот подбегут. Вот, я не успею убрать сковородку горячую, они обожгутся. Им говоришь, говоришь, я не знаю, у меня только вот такие вот, что вот они вот. Им говоришь, нельзя подходить, когда мама что-то его из-за печки делает. Нельзя к печке горячей подходить. Вот напишите у кого вот, ну по идее у вас же у всех, у многих плиты, печек нету, да. В этом плане мой минус. Вот постоянно вот так вот они подбегают. Я ругаю их, чертиков ругаю, но все равно вот это вот. Надо быть на чеку возле печки, постоянно на чеку находишься. Окно открывалось, я закрыла окно. Чувствую, что это дуть стало сильно. У нас снег на выпадывал много, скоро с детьми, наверное, выходные. Если снег еще будет, если нормально будет, хотим выйти этих снеговиков налепить на огороде. Чем-то заняться, чтобы территорию от снега немножко очистить. Таким макаром территорию почистим и снеговиков налепим. Напишите, как вы время с детьми проводите. Я продолжаю жарить дальше картошку с грибами. Еще красный перец туда добавила. Вкусно должно получиться. Ну, не знаю, как по мне так вкусно должно получиться. Пусть дальше тушится. И продолжаем жарить дальше блинчики. Ребята, пока блины жарятся, сижу, записываю продукты, что в каком количестве мне надо купить. Вот нынче я покупала, как обычно, много курицы, рыбы. И мне не хватило на месяц. Я понимаю, что мне надо еще больше покупать. Потому что дети больше мясного стали просить. У меня быстро мясо закончилось. Как обычно, я беру курицу, рыбу по килограммам. Да, сколько куриц там 5-6 штук. Там свинину брала, несколько кусков больших. Потом брала рыбу, ментай, камбалу, селедку покупала. И у меня все закончится. У меня вот сейчас в морозилке лежит только масло сливочное осталось. И грибы. Это вообще... А, ну там еще свиной жир лежит. И вот сейчас составляю список, что мне надо нынче купить. И в каком количестве. Масло растительное тоже было. Я на месяц беру, потому что на аптолобазе у нас невыгодно покупать. Поэтому я беру в магните или в пятерочке. Я нынче брала 5 бутылок литровых. 5 литров получается. И мне не хватило. Всегда хватало. Потом мамная крупа у нас закончилась. Сегодня вот последнюю сварили. Спагетти закончились. Сахар закончился. Ну вот мясо я сказала. Гречка немножко осталась совсем. Вот надо еще гречку прикупить. Консервы рыбные. Вообще всякие консервы все закончились. Яйцо закончилось. И куры, как назло, у меня свои перестали нестись. Видать из-за холода, что ли. Чай надо купить. Уже чая мало осталось. И кофе обязательно. Обязательно кофе надо. Без кофе я не смогу. Так, ребятки, я продолжаю дальше. Жарить блинчики. И также грибы с картошкой жарю. Добавила туда еще красный перец. И все обжариваю. И все вот так вот обжариваю. Сейчас все пожарю, потом вам все покажу, все, что приготовила. Многие пишут, Настя, ты в последнее время что-то мало видео стала выпускать. И какая-то грустная стала. Да нет, ребят, я все тоже та же самая. Просто, видать, еще не оклемалась до конца. Поэтому вот пока вот так вот. Меня больше тянет на сон. Я хочу спать. Я очень сильно хочу спать. Я готова спать целый день. Ну, из-за того, что я понимаю, что у меня много работы, мне приходится вставать. И я хожу как сон на этитере. У меня знакомые говорили, Настя, сходи в больницу, прокапайся. А кто сейчас будет капать? Мне кажется, сейчас никто и капать-то не будет. Просто надо как-то пролечиться, пора капаться. И тогда будет, может быть, полегче. Потому что, ну, сонливость очень сильно дает себе знать. Меня очень сильно тянет спать. Если кто знает какие-нибудь таблеточки, которые от сонливости помогут, буду очень благодарна. Осталось еще немножко дожарить блинчиков. Может, это еще из-за того, что я целый день возле печки стою. Я целыми днями стою возле печки. Готовишь, 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 готовишь. И другая у меня проблема постоянно. Это у меня ломки ногти. Из-за того, что я постоянно в воде нахожусь, они у меня быстро ломаются. Мне подруга, вот, знакомые все говорят, что, Настя, давай на росте ногти. И они у тебя будут крепче, они окрепнее. Ну, вот я не знаю пока как. Нарастить, не нарастить, не знаю. И сама стараюсь вообще, по идее, сейчас придержаться немножко какой-то диеты. Я стараюсь не есть мучное. Потому что я понимаю, что что-то я вес вообще сильно набрала. Я была в последний раз 76, а тут на весы встала. Я 81, мне чуть плохо не стало. Думаю, во. Ну, мне писали вы же, что, Настя, ты что-то поправилась. Поэтому я опять убрала все мучное из своей жизни. Я и перестала есть мучное. Ну, так иногда могу где-то. Когда сильно захочется, чтобы жажду утолить, я перекушу. А так я стараюсь мучное сейчас не есть. Я вообще, конечно, стараюсь немного не есть. Потому что какую-то диету. Может, из-за этого у меня такая слабость и сонливость. Из-за того, что вот... Я бы даже не сказала, что это плохое питание. Питание это-то хорошее, полезное, по идее. Но вот почему-то вот... Не удовлетворяет оно меня, можно так сказать. Я не знаю, зачем такое не стало. Может, из-за тех вот людей, которые мне гадости написали в личку, в одноклассниках, в контактах. Знаете, после вот некоторых видео, вот с каналом, где мы, да, у нас было тут вот неурядица. После этого мне стали в личку писать оскорбительные сообщения, видео. Что я такая толстая, нехорошая, некрасивая, страшная и всякое-всякое такое. Может, я это где-то еще в осадок сел на душе. Не знаю. Ну, ничего, разберемся, все нормально будет. Самое главное, где вы, детей, все хорошо, а это должно быть самым главным. Я продолжаю жарить блинчики. Осталось еще буквально, ну, может быть, штучки 3-4, и я уже завершу. Слава тебе, Господи. Я уже устала. И сегодня, знаете, что заметила? Сейчас я вам покажу. Вот кто заметит пятно на окне? Видите? Так, вот оно. Дети что-то ляпнули, завтра хочу снять тюли постирать. Вот что вот они такое ляпнули, непонятно. Ну, так вот. А так в целом все хорошо, вся тюлька чистая. Вот там вот только что-то дети ляпнули, что не пойму. Спрашиваю у детей, кто это сделал. Ну, как всегда, никто не виноват. Мама виновата. Но не дети. Я не знаю, как потащила. Ну, заляпали-заляпали, ничего страшного. Все постирается. Снимем завтра, постираем, подсушим и повесим. Надо еще тюльку одну на кухню купить. У меня большие тюли есть, только для зала я их держу. Уже где в зале буду менять. Повесим. На кухне у меня тюльки нет. Вот потом получу зарплату, куплю еще его как раз записать на тюль на кухню. Я в этом блокнотике записываю своем, чтобы мне не забыть. Вообще, напишите, кто-то вообще вот так вот записывает, нет? Ну, мне так удобно. Я потом по галочке, ага, вот это сделала, вот это сделала, вот это сделала, вычеркнула и все. И уже знаешь, что ты большинство делал то, что ты запланировала, ты уже сделал. Ладно, дальше жарим. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, ребят, дожариваю последний блин уже. Сейчас даже уберу уже, наверное, его. Да, все. Я говорю, я завершила готовить. Также, как вы видите, я наложила вот такие вот порции деткам. Кто-то доел, кто-то добавки еще попросил, кто-то даже это не доел. Также потушила картошку с грибами и с перцем. Да, вид некрасивый, многие скажут, но зато это натуральное. Тут перцы наши с лесу, которые муж нынче ходил и собирал. Ой, перцы, грибы. Перцы болгарские красные, картошка и морковка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я пойду тоже поем немножко. Вот такой вот у меня был, ребята, влог. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии. Я сегодня занесла нам когда-то древо Верочка картину. Мы все еще не дорисовали одну картину. Одну почти уже дорисовали. И вот занесла ее. Хочу посмотреть и тоже начать. На холсте она. Маша посмотрела. Маме, к саду это никого не подходит. Хорошо, подожди, Марин. Маша посмотрела. Говорит, мама, там очень мелко. Я не смогу такое рисовать. Ей надо что-то крупное. Она не сможет. Я думала, она сможет ее рисовать. Но ей надо, чтобы крупными абзацами была раскраска. Ладно, будем искать дальше другую для Маши раскраску. Ну, вот такой вот, ребята, у меня сегодня был влог. Если вам понравилось, напишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Ну и всем пока-пока. Я вас всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok